18 сотрудников ГИБДД и их сообщников отправили в СИЗО. Еще семеро под домашним арестом. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова. Напомню, массовая очистка идет в Донском отдельном батальоне ДПС, базирующемся в Оксае. По версии следствия, обвиняемые сотрудники полиции с помощью бывших сотрудников ОВД и гражданских лиц вымогали взятки у водителей, едущих по федеральной трассе М4 Дон. Злоумышленники делали снимки машин на трассе, затем рисовали на них в фоторедакторе нарушения ПДД, предъявляли обработанные фото водителям и требовали за несоставление протоколов деньги. Общая сумма взяток с 2017 года – 14 миллионов рублей. Дайте пьяному водителю 15 минут и ключи от машины, он устроит три ДТП, включая одно массовое, дважды покинет место аварии и расколотит шесть авто, включая свое. Подтверждающий это экспериментальный заезд зафиксирован на Белорусской улице. Изумленные результатами очевидцы сняли видео на финише, а сотрудники ГИБДД восстановили хронологию краж заезда. Сразу уточним, люди не пострадали. 7.55 Hyundai акцент протаранил «Волгу-Сайбер» у дома 151. 8.07 уже на перекрестке с Клязьминским столкнулся с Ниссаном Альмера. А три минуты спустя у 81-го дома акцентировал Киэш, Шевроле и Хёнде. Итог – протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Все главные дороги Ростова избавят от ям к маю, а второстепенные приведут в порядок к лету. Такое заявление сделано на коллегии администрации города под руководством Алексея Лагвиненко. На ямочный ремонт в этом году предусмотрено 93 миллиона рублей. Ежедневно и круглосуточно работают больше десятка бригад. Мы в этом году отремонтировали, по-моему, порядка 41 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Да. А в прошлом году на этот же период было 27. Да. То есть фактически мы видим увеличение. Я вижу, что даже деньги, которые нами были с депутатами, предусмотрены вам на год, уже практически их выбрали вот уже на эту дату. 26 апреля Гурдума рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании ямочного ремонта. Турнир за 9-е, 12-е места баскетбольной премьер-лиги стартовал в Ростове. Сначала «Самара» ожидаемо разгромила безнадежного аутсайдера «Спартак» на Гинск 96-58. А потом играли «Пересвет Юфу» и «Московская Динамо». Весь матч прошел на равных. В первой четверти ничья 18-18. К большому перерыву «Москвички» оторвались на 4 очка. Но в третьем периоде «Ростовчанки» не только догнали соперниц, но и сделали вроде бы хороший задел на финишный отрезок. Ведем плюс 5. И все же в концовке лучше были «Динамовки». За 2 минуты 10 секунд до «Сирены» «Пересвет» вышел вперед 69-67. Но больше так и не забил. А соперницы сравняли счеты. Двумя штрафными вырвали победу 71-69. Сегодня «Пересвет Юфу» играет с «Самарой». Завтра со «Спартаком». Премьера балета «Золушка» сегодня в Ростовском музыкальном театре. Главный балетмейстер Иван Кузнецов в своей постановке сделал акцент на отношения близких людей. Зрители, которые придут в музтеатр 15, 16 и 17 апреля, увидят трех совершенно разных «Золушек» и «Принцев». Как признается, одна из исполнительниц партии «Золушки» попасть в эту музыкальную сказку она мечтала еще маленькой девочкой. В детстве всегда мечтала о волшебстве. И вот оно происходит сегодня у нас. Я всю жизнь мечтала станцевать эту партию. И вот наконец-то этот волшебный балет появился на нашей сцене. Мы очень рады этому. И, конечно, очень трепетно и очень так переживательно танцевать сегодня. А еще в спектакле задействовали совсем юных артистов. Балетмейстер вел новых персонажей – мышек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова